...бюджету на наступный рейк, выдавки в сумме 10 миллионов 300 тысяч рублей по бюджету развития жизни. Еще раз стоп, давайте сразу говорим, это вы сейчас говорите о додатках, что было понятно всем, то есть о том, что вы еще плюс тому, у нас был с вами предварительный проект бюджета, который мы смотрели, видели, а это вы сейчас предлагаете еще какие-то направления, которые вы говорите, чтобы мы все понимали, о чем надо. Как раз к разговору о приоритетах, о том, что мы хотим в следующем году. По бюджету развития просим добавить 6 миллионов гривен и по общему фонду 2 миллиона 300. Бюджет развития 6 миллионов, это 3 миллиона реконструкция Маколаевского местного палаца культуры Молодежной, улица Теофральна, 1 и реконструкция неживлевых помещений улицы Спасской, 21 и детскую художную школу. 3 миллиона на Молодежный и 3 миллиона на художную школу. По загарному фонду 2 миллиона 300 тысяч гривен, это 1 миллион 600 тысяч гривен на заходы направленные на подвищение кожно-пожежной безбойки, установленные новой пожежной сигнализации, заходы с продвижной служб безбеки и так далее. И 600 тысяч гривен модификация диплесат и 100 тысяч гривен мемориальные дошки в память мешканцей Маколаева, которые загинули в зоне проведения антитерористической ажирации. В целом, эта сумма складает, запит додатково складает 8 миллионов 300 тысяч гривен. Юр, скажи по противобожажным заявкам, ту сумму, которую Вы просите, чтобы она была включена, на данный момент она достаточна для того, чтобы Вы сейчас могли решить проблему? Не все проблемы. Не все проблемы. Но самые острые... Самые острые те проблемы, которые у нас действительно есть, это по детской библиотеке, по Матвеевскому дому культуры, по Коренивскому дому культуры, по детским музыкальным школам. Эти проблемы нам этих денег хватит. Но останутся еще... Вы тогда давайте просчитывать и прорабатывать остальные, чтобы наша комиссия понимала и знала, скажем так, остальные моменты, которые должны быть реализованы. У меня вопрос к господину Лебару. Скажите, пожалуйста, 600 тысяч гривен, это немного ли для ампликации и уникальной памяти? Нет. Даже я бы сказал, немножко меньше, чем мы бы смогли в следующем году сделать, потому что памятник еще более стал интересным. Потому что в этом году у нас было всего 400 тысяч на весь год. 400 плюс 600, но не много ли? В счет того, что, может быть, детям, какие-то компьютеры лишние, какие-то площадки установить. А вот в Русте, мы практически еще 600 тысяч гривен. Но это процессы, археологические раскопки, это те процессы, которые необходимо делать каждый год и продолжать это делать. Это ведь только начало. Но еще складывается на 600 тысяч. 600 тысяч гривен, становится цена из тех раскопок и консервации, из того, что они найдут. И я считаю, что, честно говоря, это та изюминка, которая в этом году открылась, и внимание горожан, которое было привлечено этим летом, и то, что все увидели, что вместо мусорника все-таки там действительно огромная, несколько гектар уже открытая площадка, в которой сегодня уже ясно, что там находятся какие сокровища. А кто будет дальше? И какие-то сокровища, например? Исторические. Исторические. Ров, который открыли, те останки, которые там найдены. Там очень много. В августе этого года мы провели презентацию. Скажите, пожалуйста, 3 миллиона, это что, на экспертизу, что ли? Нет, нет. 3 миллиона и на реконструкцию Николаевского городского дворца культуры молодежной. Это не экспертиза, это уже работа. Работа уже начата в этом году. Я говорю не за молодежным. Я говорю, а реконструкция, они что-то примещение по улице Спаскови. Спаскови, 20-30-1. Это корректировка проекта. В связи с тем, что проект был сделан. Нет, нет. И на корректировку проекта и начало работы. По демонтажеру. Поэтому я вам задаю вопрос. Проект на вышукольную работу, да? Это название объекта. Это конструкция, а в том числе? В том числе проект на... Значит, дабак, пожалуйста, чтобы было понятно, действительно, не только проект, но это... Нет.